Покровский собор на Красной площади или собор Василия Блаженного – самый знаменитый храм Москвы. Шедевр мировой архитектуры, уникальный в своем роде, он является визитной карточкой столицы. Удивительный храм. Храм, которого не было тотали построено, и храм, который не повторили и впоследствии. Мы можем действительно увидеть, что такое идеальный храм. Все храмы Покровского собора, все его девять церквей, поставлены симметрично и органично связаны между собой, являя единый ансамбль. Строился собор Покрова-нарву по обету. Царь Иван Грозный, отправляясь в 1552 году в поход на Казань, дал обещание, что в случае победы возведет в центре Москвы перед царскими палатами Кремля храм невиданной, небывалой красоты. Покровским храмом ведь назван, потому что это отметка первая, когда началось наступление именно в Покров при Святой Богородице. Все остальные пределы, они символизируют собой помощь тех святых, в чьи дни совершалась постепенная победа. Главная святыня храма – мощи Христа ради Юродивого Василия Блаженного. Москвичи еще называли его «Ногоходец», потому что зимой и летом ходил он без одежды, только в одной легкой набедренной повязке. Таким Блаженный обычно и изображается на иконах. Бог давал ему дары, дары прозорливости, видел грехи, видел, как люди живут, их внутреннее сердце, настроенность. Где я видел, что возможно спасение, он обречал таких людей, помогал им найти, обрести истинный путь такой к Богу. Сейчас Покровский собор на Красной площади находится в совместном пользовании Русской Православной Церкви и Государственного Исторического Музея. Это одновременно и выдающийся архитектурный памятник музей и действующий храм. Москва – это нечто сказочное. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я и не представлял себе, что на земле может существовать подобный город. Все кругом сияет зелеными, красными, золочеными куполами. Перед этой массой золото в соединении с ярким голубым цветом меркнет все, о чем я только мог мечтать. Вот так восторженно писал в начале 20 века о столице России выдающийся норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун. Но и спустя столетия Москва предстает не менее величественной и прекрасной. Среди этого моря красоты особо выделяется самый знаменитый Московский собор – храм Покрова Нарву, более известный как Собор Василия Блаженного. Сегодня он является одновременно и филиалом Государственного исторического музея, и одним из храмов Патриаршего подворья в Зарядье. Это храм Великомученцы Варвары, храм Максима Блаженного, престорги и родил московского чудотворца, сохранившийся собор Знаменского монастыря, Знаменский собор, Снежная церковь преподобного Серия Радонческого, храм Георгия Попиноносца, храм Рождественной Претечи, который завершает нашу улицу. И сюда же был присоединен храм защития праведной Анны, что в углу Китая, Дородской стены, на набережной. Зарядье – это красивейшее местечко Москвы, истари славилось своими многочисленными храмами. А находилось оно за торговыми рядами огромной площади, которая называлась Торг. Торговая площадь появилась в Москве в начале 15 века при великом князе Иване III, который одним из первых начал перестраивать столицу на европейский лад. Когда Русь, освободившись от иго Золотой Орды, стала единым государством, а Москва – третьим Римом и преемницей Константинополя как центра мирового православия. В то время это место, открытое, на котором впоследствии и появился великолепный собор, не называлось Красной площадью. Это был Торг, это было место скопления людей. А вот во время правления Ивана Грозного, из-за огромных размеров, площадь стали называть Большой. Лишь при царе Алексею Михайловичу площади официально присвоили название Красной, то есть главной площади, причем не только Москвы, но и России, так как в русском языке слово «красный» имеет значение не только «красивый», но и «лучший», «превосходящий всех». Главная площадь столицы была названа Красной в столетний юбилей возведения храма Покрова Пресвятой Богородицы Штонарву или Собора Василия Блаженного. Именно он своим необыкновенным архитектурным обликом придавал всей площади и красоту, и царственное величие. Таким храм и остается. Тем более, что сегодня в соборе, как и до революции, стали совершаться богослужения. Литургия у нас совершается каждое воскресенье, если не совпадать с государственным праздниками, когда доступ на Красную площадь закрыт. Мы обязательно служим во вторник Светлой Седмицы, Пасху отмечаем с крестным ходом. Служим обязательно в День Петра и Павла, потому что именно в этот день был освящен митрополитом Макарием собор. Служим, конечно же, на престольный праздник, в День памяти Василия Блаженного, 15 августа, на Покров, престольный праздник собора. Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится в самом людном месте Москвы. Это Китай-город, где собиралось, как и по сей пору, собирается большое количество людей. Покровский храм – это храм-памятник. Такой дом Божий, подаренный Господу в благодарность за то, что он даровал победу Иоанну IV Грозному. Постройка совершенно удивительная. Добраться до Покровского собора на общественном транспорте можно на метро, до станции Театральная или Площадь Революции, или Китай-город. Как это ни удивительно, но этот храм построен в очень короткие сроки. Заложили храм весной 1555 года, а уже летом 1561 года этот храм посвятили. Освящение – это и означало завершение строительства всего храма. Если мы представим середину XVI века и уровень строительной техники в то время, конечно, это все вызывает удивление. Собор Покрова Пресвятой Богородицы Штонарву начали строить в середине XVI века по обету царя Иоанна Грозного. Перед походом на Казань государь дал клятву. После победы поставить перед царскими палатами Кремля храм, который еще и не видел свет. И это действительно так. Покровский собор – самый красивый храм в мире. Невиданная, небывалой красоты – это песня, это симфония, это гимн творцу, гимн таланту человеческому. Иван Грозный лично следил за строительством собора, не раз поднимаясь на кремлевскую стену, и, говорят, часами наблюдал за ходом строительных работ. Количеством своих храмов собор напоминал небольшой церковный городок. Это даже не один храм, а несколько храмов по-быстрому, на одном высоком подклете. До середины XVIII века во всех этих церквях совершалась ежедневно служба, полный суточный круг. Ежедневно 9 лет ургей. В каждой церкви был свой настоятель. По-прежнему точно неизвестно, кто из зодчих строил этот необыкновенный собор. Порой среди историков разгораются жаркие споры. Эти споры, вероятно, не прекратятся никогда. К сожалению, письменные источники подробно рассказывают о закладке, об освящении храма, но не называют того гениального зодчика, который и придумал выстроить совершенно удивительный храм. Храм, которого не было тотали построено, и храм, который не повторили и впоследствии. Есть только один письменный документ конца XVI века. Это житие митрополита Ионы, в котором упоминаются два русских мастера – Постник и Барма. Однако сейчас все чаще и чаще историки архитектуры говорят о том, что, вероятно, западноевропейские мастера, скорее всего, выходцы из Италии или Германии, были теми, кто придумал саму композицию этого сооружения. Надо всегда отличать проект и тех людей, которые возводили этот храм. Прорабы могли быть, как мы говорим на современном языке, русские люди. Проект, возможно, был завезен из Италии. Итальянцы, которые приезжали в Москву, они привозили с собой массу проектов. А уже постройка сама, конечно, могла быть и Бармой, и Постником, поскольку эти люди остались в памяти такой народной. Вероятно, они играли безусловную роль в построении храма Покрова Пресвятой Вогородицы Нарвова. Если мы возьмем с вами планы и чертежи итальянских архитекторов эпохи Ренессанса, таких как Себастьяна Серлио, Браманте, мы увидим их увлечение идеальными храмами. Что такое, в их понимании, был идеальный храм? Это значит симметричная, центрическая композиция. Именно такую композицию и являет нам Покровский собор. Мы можем действительно увидеть, что такое идеальный храм. Все храмы Покровского собора, все его девять церквей, поставлены симметрично и органично связаны между собою, являя единый ансамбль. Но кем бы ни был архитектор, судьба его по легенде была трагической. И событие это, по той же легенде, произошло здесь же, на Красной площади, на Лобном месте, которое было построено в 1521 году при Великом князе Василии Третьем. Одни историки утверждают, что такое название стало переводом еврейского слова «голгофа». Голые библейские горы, похожие на череп человека. Другие считают, что построили его для казни, где рубили лбы. Но, скорее всего, название Лобное произошло от его местоположения. Здесь же начинается Васильевский спуск, ведущий к Москварике. А в Средние века подобные места у нас назывались Лобами. Да и этот каменный постамент был построен вовсе не для казней, а как царская кафедра, откуда провозглашалась воля государева. Однако, по преданию, на Лобном месте разыгралась жуткая трагедия. Говорят, что после возведения собора Покрова на рву царь Иван Грозный повелел ослепить Сочего. Да, именно здесь. Дабы больше подобной красоты сотворить он не смог. Легенды всегда устойчивы, и они всегда окружают сооружения, особенно с такой древней историей, как Покровский собор. Ведь он насчитывает четыре с половиной столетия. Эта легенда появилась давно, еще в 17-м столетии, и связывали этот жестокий поступок царя с именем одного зудчего, построившего храм. Но потом, когда в конце 19-го века стали известны имена Постника и Бармы, стали говорить о том, что двум строителям Покровского собора выкололи глаза. Уже это говорит о том, что это, скорее всего, лишь вымысел. Однако, благодаря поэме Дмитрия Кедрина «Зодчие», который воспел мастерство тех, кто выстроил Покровский собор, эта легенда укоренилась и жива до сих пор, на самом деле не имея никаких на то доказательств. Собор Покрова-нарву выглядел столь восхитительно, что сразу стал символом столицы России. Его причудливый силуэт царил над широко раскинувшейся округой Китай-города. Сюда специально приезжали иностранцы, чтобы увидеть это совершенство. Иноземцы посвятили немало восторженных строк сказочному собору. Вообразите себе скопление маленьких, разной высоты башенок, составляющих вместе целый букет. А еще лучше, разноцветный кристалл, ярко сверкающий своими гладкими гранями в солнечных лучах, как бокал гемского или венецианского стекла. Сквозь узкие просветы нарядных, щеголеватых башенок ярко сияет лазуревая кровля. Ах, эти разноцветные ковры слепят глаза и чаруют воображение. Вот так писал о нашем московском храме известный французский путешественник Маркиз де Кюстин, который, впрочем, весьма нелестно отзывался о России в целом. Собор Покрова-Нарву является необыкновенно сложным архитектурным сооружением. Композиция его уникальна. И по многообразию архитектурного облика ему нет равных ни в России, ни за ее пределами. Архитектура Покровского собора необычна. Она неповторима и неповторенная. На едином подклете, на первом ярусе, возвышаются девять церквей. Центральная из них шатровая, самая высокая церковь, и ее окружают восемь церквей. Четыре церкви поставлены строго по сторонам света, и между ними находятся четыре малые церкви. В посвящениях каждого престола нашли отражение основные этапы побед в дни взятия Казани. Программа посвящения церквей Покровского собора действительно сложная. Как считают, ее разработал сам царь Иван IV Васильевич и митрополит всея Руси Макарий. Центральная церковь храма освящена во имя праздника Покров Пресвятой Богородицы. Потому что именно 1 октября 1552 года в этот день состоялась фульминация Казанского похода, русского воинства в борьбе против Казанского ханства. Казань была взята штурмом, и этот штурм начался именно 1 октября. Именно поэтому и Центральная церковь, и весь храм получили посвящение Покрова Пресвятой Богородицы. Престолов, которые связаны с Казанским походом, в Покровском соборе несколько. Они отмечают важнейшие победы русского воинства в 1552 году. Прежде всего, это престолы во имя преподобного Александра Свирского и трех патриархов константинопольских Александра, Иоанна и Павла Нового. Эти престолы в Покровском соборе появились потому, что 12 сентября 1552 года была одержана первая важнейшая победа в этом походе, в битве на Арском поле. Большое значение также имела битва 30 сентября 1552 года, взрыв Арской башни, который и позволил начать штурм Казанской крепости. Он состоялся 30 сентября 1552 года в день памяти Григория, просветителя Великой Армении. Именно поэтому Покровский собор объединяет церкви с необычным и редким для православия посвящением. Другие малые церкви собора также освящены в честь святых, чья память пришлась на дне основных триумфальных событий Казанского похода царя Ивана Грозного, преподобного Варлаама Хутенского, святителя Николы Великорецкого. Десятая церковь, давшая второе и самое известное название собору, в честь знаменитого московского юродивого Василия Блаженного, была пристроена к нему в 1588 году. В 1588 году состоялось прославление Великого Божьего Угодника, и над его захоронением выстроили церковь. Вначале это была отдельная от Покровского собора церковь, и только впоследствии ее соединили уже с первым ярусом храма, с подклетом. И с течением времени именно в нее приходили на богослужения, потому что эта церковь всегда оставалась теплой. Как свидетельствуют письменные источники, она была всегда открытая, и даже ночью можно было прийти, помолиться, поставить свечу Василию Блаженному. Поэтому все чаще в народе начали говорить, что идем на молитву в церковь Василия Блаженного, в храм Василия Блаженного, и тем самым это название перешло и на весь Покровский собор. В 1672 году была проведена реставрация собора, во время которой ансамбль дополнила шатровая колокольня. На самом храме появилась яркая пестрая орнаментная роспись, и его фасады украсили керамические изразцы. А форма куполов была изменена со шлемовидной на луковичную. Все церкви собора объединили кирпичные галереи гульбищем с крыльцами. Эта галерея представляет собой узкий лабиринт переходов от одного храма к другому. Каждый из них столь невелик, что никак не соотносится с внешним грандиозным обликом собора. Восторг души, вдохновение остается за пределами сказочного храма. А тут, в полумраке тесных престолов, царит совсем иное чувство – память о павших, молитва за усопших. Сегодня главными святынями храма являются чудотворная икона покров Преспятой Богородицы и честные мощи Василия Блаженного. Мощи Василия Блаженного и в настоящее время – это великая московская святыня, которой идут поклониться и едут со всей России. Василий Блаженный умел видеть будущее. Он посвятил себя Богу, и его служение выражалось в том, что он отказался от всего земного. Как свидетельствует житие, он не носил одежды, морил себя голодом. Василий Блаженный был канонизирован в лике святых за прижизненные чудеса и посмертные чудеса, которые совершались около его раки. Из прижизненных чудес широко распространены два чуда. Это чудо о шубе и чудо о спасении персидских купцов на Каспийском море. Оно украшает одну из стен церкви Василия Блаженного и сегодня. Вы можете на него прийти посмотреть. Это удивительный член святости. Люди, верующие в Бога, навсегда пытались найти путь к Нему. Они искали разные способы соединиться с Богом, жить с Ним. Главной проблемой человеческого естества и человеческой души является наличие гордости в человеке. Один из способов борьбы с этой страстью является лика такого безумного человека. Их стали называть еродиевыми. Безумного человека, который чудит, который совершает необъяснимые поступки, который говорит что-то такое не всегда понятное. Сам царь Иоанн Грозный благоволил еродиевому, не дерзая наказать того за его подчас крамольные речи. Почему? Говорили, что блаженный сводный брат царя, сын несчастный, насильно постриженный в монахине Соломонии Собуровой, о которой я вам рассказывал в фильме о Рождественском монастыре. Правда, говорили, будто Василий, еще и раскаившийся разбойник Удеяр и знаменитые народные песни, да мало ли о чем еще говорили. В житии Василия Блаженного описано, пожалуй, самое известное событие, в котором юродивый обличает государя в лицемерии. Пришло на мысль царю соорудить себе дом на Воробьевых горах, и приступил он к строению. Пришедший однажды в день праздничный в церковь, помышлял царь о том, как бы довершить ему благолепно здание. А после службы блаженный Василий сказал царю, стоять в храме и помышлять житейское, значит не быть в нем. И что царь? Ничего, стерпел. Стерпел, потому что понимал, что он его обличил, он узнал, о чем он думает. Ведь с таким человеком даже страшно. Внутри есть некое лукавство, у нас какая-то неправда, какая-то ложь в каждом человеке. И когда нам так откровенно говорят, конечно, мы будем соосторожность относиться к таким людям. И царь уважал его по преданию. Когда Василий Блаженный умер, сам царь Иван IV нес гроб с его телом. Скончался Блаженный Василий в 1557 году в возрасте 88 лет, 72 из которых провел в подвиге родства и еще при жизни почитался как святой. Бог удавал ему прозорливости, видел грехи, видел, как люди живут, их внутреннее сердце, настроенность. Где видел он, что возможно спасение, он обличал таких людей, помогал им найти, обрести истинный путь такой к Богу. В иконостасе храма, созданного в 1895 году по проекту архитектора Андрея Павлинова, находится старинный образ Василия Блаженного. Этот необычный иконостас за воротом настолько велик для небольшого храма, что продолжается на боковых стенах. В своем дореволюционном облике сохранились интерьеры и остальных престолов Собора Покрова на Рву. И это благодаря тому, что в 1923 году в храме был открыт историко-архитектурный музей Покровский собор, который спустя пять лет преобразовали в филиал Государственного исторического музея. У посетителей сложился стереотип восприятия Покровского собора. Я посмотрел на него с Красной площади, я его узнал. На самом деле это ошибочно, потому что внутри Покровский собор не менее интересен, нежели снаружи. Сегодня Покровский собор состоит из 11 церквей, в каждой из которых сохранился иконостас, в каждой из которых представлены росписи на определенный период. Путешествуя по Покровскому собору, мы как на машине времени с вами оказываемся в разных веках. То мы в 16 веке и мы видим роспись, имитирующую кирпичную кладку, и видим взоры, строгие лики с икон 16 столетия. То мы оказываемся с вами под райскими садами 17 столетия. Именно интерьерные росписи и есть самый главный экспонат в музее Покровский собор. На протяжении 20 столетия реставраторы постарались максимально вернуть собору архитектурный облик эпохи строительства, как снаружи, так и в интерьерах. В наших церквях вы можете полюбоваться ступенчатыми подоконниками, колоннами, стрельчатыми окнами и другими архитектурными элементами, характерными для середины 16 века. Говорят, что в 1931 году ближайший соратник Иосифа Сталина Лазарь Каганович предложил разобрать Покровский собор, чтобы на Красной площади стало больше места для парадов. И даже сделал макет площади, на котором здание храма легко с нее снималось. Но будто бы Сталин ответил, Лазарь, поставь собор на место. Некоторые историки считают этот рассказ вымыслом, быть может. Но сегодня представить себе Москву, Красную площадь, без собора, Покрова на Рву, храма Василия Блаженного, этого совершенного шедевра русского зодчества. Согласитесь, мы с вами никак не можем. Субтитры создавал DimaTorzok